В этом году в России и мире отмечают 75-летие победы над фашизмом. Об этом местным жителям напомнили на очередной встрече в рамках проекта «Химки интересно жить». В городском округе решили не ждать майских праздников, чтобы почтить память участников боевых действий. Встречу в формате лекции провела Наталья Царева, историк и руководитель музея «Слава России». Она рассказала о событиях тех лет и о малоизвестных героях войны. Вот перед вами Лопатин, лейтенант Лопатин, который командовал 13-й заставой, которая сопротивлялась врагу 11 дней. Как только раздался первый взрыв, сразу же была отдана команда застава Бегушьер, и сопротивление продолжалось более 11 дней. 30 дней в Ресской крепости сопротивлялось. А это Иван Иванович Иванов, старший лейтенант, который уже в 4 часа утра, в 25 минут, 22 июля, то есть сразу же, как началась война, совершил свой первый таран. За этот подвиг он получил звание Героя Советского Союза. Многие химчане очень полюбили проект и с удовольствием посещают мастер-классы. Евгения Нагайцева, например, интересуется военной историей, поэтому с удовольствием пришла на тематическую встречу. С 75 лет победе – это достаточно такая близкая тема. Сейчас я как раз параллельно еще изучаю дневники про дедушки моей дочки, то есть дедушка моего мужа. Он писал дневники военные. Сейчас как раз я расшифровываю их, потому что он сам не воевал прям непосредственно, но был как раз ребенком войны. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и по инициативе администрации округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. Например, на страницах газеты «Химкинские новости» в разделе «Афиша». «Афиша мероприятия – это маленький такой листочек формата отель. И вы можете в проекте в этом также принять участие не как организаторы, как ведущие, а просто как активные жители города, распространив вот эту афишу среди своих друзей, знакомых, родственников». Больше информации можно получить в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.